В конце недели Тверской регион ожидает заметное похолодание. После нетипичной для начала марта сырой и теплой погоды в Верхневолже придут морозы до минус 10 градусов. Об этом сообщают в областном гидромедцентре. Мартовским холодам наверняка будут рады те, кто соскучился по настоящей зиме. Однако людям, зависящим от перепадов температур, точно будет недовеселье. Медики напоминают, в период температурных качелей метеочувствительным тверетянам следует уделить особое внимание своему здоровью. Пенсионерка Любовь Александровна инвалид второй группы. Она страдает диабетом и астмой. Ко всем проблемам со здоровьем добавляется еще одна. В период резких перепадов температур женщина начинает чувствовать себя заметно хуже. Когда начинает меняться погода, все тело ломает, такое состояние сонное. Спать все время хочется, все время хочется спать. Давление начинает спать туда-сюда, туда-сюда. Суставы выкручивает. Ну вот все такое полнейшее недомогание всего организма. И подобные проблемы со здоровьем в те периоды, когда столбик термометра словно на американских горках то поднимается, то снова опускается, совсем не редкость, отмечают специалисты. Речь идет о так называемой метеозависимости, при которой начинаются головные боли, скачки давления и общее недомогание. В группе риска в первую очередь люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это люди, у которых есть артериальная гипертензия, это люди, у которых есть ишемическая болезнь сердца, это люди с сердечной недостаточностью, это люди, уж немножко как бы расширим, это люди с хроническими заболеваниями головного мозга. Как отмечают медики, подготовить себя и свой организм к последствиям перепадов температур сложно, разве что точно стоит отказаться от физических нагрузок. Вместе с тем стоит помнить, если при резком изменении погоды вы почувствовали себя плохо, есть повод обратиться к врачу. Ухудшение состояния во время температурных качелей может служить симптомом серьёзного сердечно-сосудистого заболевания. Не откладывая дело в долгий ящик, конечно же, нужно обратиться за уже квалифицированной медицинской помощью. То есть не ждать, что эта авось пройдёт, авось рассосётся, вот погода устаканится, и мне станет лучше. Эти советы могут пригодиться метеочувствительным гражданам уже совсем скоро. Как сообщают в Тверском гидромедцентре, регион ожидает заметное похолодание. После продолжительной оттепели, в течение которой в Верхней Волжи господствовала тёплая и сырая погода, к концу недели температура в отдельных районах области может опуститься значительно ниже нуля. Не исключают синоптики вероятность снежных осадков. Не очень хорошая погода, что касается ветра, что касается температуры и осадков. Вот эти три дня, по крайней мере, два дня, нам, скажем так, обеспечивают. Ночная температура где-то минус 5-10 градусов мороза, иная температура 0-5. Впрочем, и эти холода ненадолго. С началом новой рабочей недели в регион вновь придёт оттепель, и столбики термометров опять резко изменят вектор движения. По всей видимости, в ближайшее время метеозависимым тверетянам придётся с особым вниманием отнестись к своему здоровью.